Здравствуйте, друзья! Хочу познакомить вас с достопримечательностью не только города Кракова, но и всей Польши. Это Краковский замок или Вавельский замок по-другому. Он находится на холме Вавель, высота которого 228 метров над уровнем моря, и расположен этот холм на берегу Вислы. Первое упоминание об укреплении на Вавельском замке относится к XI веку. Тогда, конечно, это было еще деревянное укрепление, которое, конечно, сгорело. Вот рядом находится с Вавельским замком костел Святого Креста, большой кафедральный костел. Так как это вечер, то освещение в костеле, ну, видите, такое тусклое, поэтому не очень хорошо видно. Но убранство костела довольно красивое. Вот мы снова вернулись к замку. Значит, после того, как сгорели первые деревянные укрепления этого замка, его начали строить уже каменным. Первое каменное здание появилось в этом замке в конце XIII века. Потом в XV веке, в конце, в 1999 году, в 1499, потом через 100 лет, ровно через 100 лет, в конце XVI века снова были пожары, и снова замок был практически разрушен. Его опять отстраивали, и в 1702 году замок снова был сожжен, но уже специально был сожжен шведами в результате Великой Северной войны. В течение какого-то времени замок снова был отстроен. Потом, после потери Польшей независимости, он перешел к австрийской короне. Поляки в 1905 году выкупили Вавельский замок у австрийского правительства, и с тех пор началась его реставрация, которая продолжается до сих пор. Реставрационные работы проводятся в некоторых зданиях в настоящее время. Этот Вавельский замок является символом Польши. В нем, в кафедральном соборе замка, хоронили королей, хоронили известных людей Польши, и политических, и поэтов, писателей. Например, Адам Мицкевич похоронен здесь, Тадеуш Костюшко, Юзеф Пилсудский, Юзеф Понятовский. Также похоронены здесь Лех Качинский с супругой, которые погибли в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском. То есть это реально очень значимое место для поляков. Вот это сам замок, вид сейчас на сам замок. Вот сейчас вы видите госпиталь, который был построен для австрийского гарнизона. Ну и угловые башни, которые есть в любом замковом комплексе. Их здесь несколько в этом комплексе. И вот это собор святого Станислава Ивацлава, в котором и захоронены вот эти вот известные люди, о которых я говорила. А вот это внутренний дворик самого королевского замка. Вход в сам замок платный, а вот внутренний дворик можно посетить бесплатно. Как видите, само здание трехэтажное. Первые два этажа имеют галерею. Место, на котором можно гулять под крышей в любую погоду. Вот это снова собор святого Станислава и Ивацлава. И главная колокольня этого собора, в котором находится самый большой колоколь Польши и самый известный колокол Польши. В него звонили, раньше звонили очень редко, поэтому его звон считался очень знаковым. Сейчас звонят чаще, поэтому это уже не является таким событием. Ну и вот под конец изюминка, главная изюминка Кракова, белая карета, запряженная двойкой лошадей. Таких карет можно встретить на улицах довольно часто.